Всем еще раз доброй ночи, дорогие друзья. Мы возвращаемся на вторую, возможно, заключительную карту в противостоянии Астралии с Optic Gaming. С вами все так же студия RUHUB. Меня зовут Герман Громов. И все так же мы неизменные студии аналитики Андрея Нишарт-Кересман и Александра Закреги-Думенко. Ну что, господа, второй даст уже вот-вот начнется. И мне интересно ваше предположение, как оно все может кончиться. Напомню, вчерашний счет 16-1 в пользу ребят из команды Астралии. И знаешь, как наш комментатор, так и аналитики не смогли вспомнить, какой же раунд взяли в оптике. Ну вот, такой вот осадок. Так и не могу вспомнить. Я тоже пытался. В первую половину там что-то было. Ну да, в первую половину, но фишка в том, что он настолько был незрачный, что действительно не запомнился ни нам, ни нашим комментаторам. И если говорить вообще в целом про игру оптик вчера на Дости втором, достаточно открыть любой клип, любую социальную сеть RUHUB и увидеть, что сделал Довайс на миде с оптиками. После тактической паузы он просто взял свой большой ствол и убил их на миде. Давай будем более конкретными. Он взял АВП. Непосредственно АВП. Если тебе так удобно, то хорошо. Он взял АВП и убил пятерых. Но при этом, на самом деле, я хотел бы отметить, что команда оптик сделала все абсолютно, как мне кажется. Бездарно, потому что ты не смог ни килл, ни флешку ни килл. Они просто по одному выходили на мидл и погибали. Зачем так делать? Я не знаю. Возможно, знаешь ты, Саш. Я тоже не знаю, если честно, гром. Да и, в принципе, не знаю, какими темпами и какими вообще средствами здесь могут ребята из команды оптигейминг взять больше, чем, ну, давай, на скидку пять раундов. Потому что очень разгромный мы увидели сейчас нюк. Это вроде как был пик команды оптигейминг. Ну, опять же, да, по бумаге ребята взяли нюк. Но мы все прекрасно знаем, насколько нюк хорош у Астралис. Мы все прекрасно знаем, насколько Астралис были, наверное, удивлены и рады вот такому результату, что оптики все-таки будут играть не Вертига, а карту дынюк. Ну, а вторая карта даст второе. Я не знаю, что могло за день произойти вот такого сверхъестественного, что поменяется на Дасте втором со вчерашнего дня. Вчера было 16-1, сегодня, да, может быть, какие-нибудь, какую-нибудь пистолеточку заберут еще одну, чуть там раундов больше на четыре, на пять. Но в целом один и тот же результат, типа 16-6, что-то типа такого. Ну, вообще, да, слабенько, слабенько. И знаешь, просто нет предпосылок, почему команда оптик может сыграть лучше, чем вчера. Вчера 16-10 не говорю. Ну, железно, оптик 16-10 на... Да, а потом 16-10. Потом 16-1, такой думаешь. Ну, хуже уже не будет. Будет. Пик свой нюк, 16-6 сегодня проигрывает. Я просто не знаю, о чем говорить. То есть вчера 16-1, сегодня 16-6, да, круто, поборолись на Вертиго, но Вертиго будет третьим, но до него надо дойти. Если будет вообще. То есть, да, учитывая то, что это карта Даст-2, на котором вчера просто деклассировали оптиков, то, наверное, даже надеяться не стоит на третью решающую карту. Хотя, КС всегда полон неожиданностей и самых неожиданных результатов порой. Но, я думаю, что не в этом случае вы со мной солидарны. Я думаю, темп, то есть тут как бы рассчитывать на 16-10 даже не приходится. Я не представляю, что могут оптики изменить свою игру. На всякий случай, потому что я понимаю, что, ребят, вы все шарите, которые только заходят в КС и пытаются понять, что к чему ТМ, это тотал меньше, если кто занимается прогнозами. Ну, условно, меньше 16-10, то есть. Да, да. Ну, тотал меньше здесь, на самом деле, прям более чем прогнозируем, как мне кажется. Опять же, берем в учет вчерашний матч и сегодняшний. То есть, как форма-то не поменялась у команды оптик гейминг, они играют вроде свою игру, но этого не хватает, чтобы контестить Астралис. Конечно, могут взяться сейчас, сказать, ребята, мы можем выйти на третью карту. Даст-2, в принципе, но вот если отбросить все вот эти вот предыдущие карты. Да, да. Сказать, на самом деле оптики в таком составе могут устроить бой Астралис, но мы не можем отбрасывать статистику. Мы должны на нее опираться в любом случае все-таки, потому как Астралис, ну, не просто так имеет топ-2 мира, то есть, как бы, они всегда были сильнее оптиков и сейчас, объективно говоря, ну, реально шансов у оптиков не так уж и много, даже если они все вместе начнут стрелять. Но это при каком условии? Если там начнется пистолетка, вот, например, у нас, получается, пикнули ребята из команды Астралис карту, значит, оптики будут начинать за защиту. Оптикам надо выиграть за защиту очень много раундов. Если, короче, вот три игрока в начале, в первом раунде будут ФК шить, у команды Астралис два игрока не дойдут до мониторов компьютеров, тогда, может быть, пистолетку оптики заберут и заберут еще и следующий раунд по экономике. Да, окей, уже два есть. Ну, а дальше-то как выигрывать? Типа, все, уже Астралис пришли к компьютеру. В защиту оптик могу сказать, что карта ДАС-2, в принципе, довольно одна из самых старых компетитив карт, и на ней умеют играть все. Вопрос в том, как подстраиваться под оппонента. В принципе, если рассчитывать только на свою игру, ну, раундов 6-7 окей они могут забрать, но здесь нужно брать в учет то, что играет, я вот с Андреем, кстати, не соглашусь, я все-таки убежден, что это лучшая команда мира. Если сухо по статистике, да, они на втором месте, а вообще вот, ну, вот, ментально кажется, что все-таки Астралис топ-1, и никак вот Ликвиден пока что не претендует на это место. Оптикам, чтобы выиграть ДАС-2, нужно взять очень много раундов за счет, как я уже и сказал. Правда. То есть, если они в защите сейчас наберут, ну, там, ну, 9 раундов, там, 8-7, этого мало. Против Астралис, и я просто знаю, что Астралисы в атаке в защите хороши, а оптик только в атаке. Астралис сегодня уже тоже оступились, не будем вам это забывать, они 2-0 проиграли. Ой, да, проиграть в команде ЕГЭ, это было expected, на самом деле, но... Да, Evil Genius сильны, Evil Genius сильны, это, с этим мало кто, на самом деле, поспорит. И сейчас вот то, что ребята перешли из организации Energy в организацию Evil Genius, еще больше сил дало, опять же, новая организация, новые контракты, новые договоренности, это все прибавляет. Сила, это какая-то, ну, может быть, выход из рутины какой-то, не знаю, ежедневный. Ну, для кого-то рутина, там, на работу ходить каждый день в офис, для кого-то рутина каждый день просыпаться, там, не знаю, в час идти и тренироваться в Counter-Strike. У каждого человека есть разная рутина, возможно, это просто смена обстоятельств. А мы займемся нашим рутинным делом, и я спрошу твой прогноз на эту карту. 2-0, 16-6. Все так же, 2-0, меньше 16-10, надо есть втором. Ну что ж, дорогие друзья, слишком уж уверены на наши аналитики, посмотрим, что об этом думает наш партнер по рематчу. По коэффициентам 12-6. Ну, знаешь, Дима одобрят, 1-0-1. И 1-0-1 на команду Астралис. Ну, а что же думают наши замечательные комментаторы, Кристал, мы и Пчелкин, узнаем у них прямо сейчас. Парни, ну что, 2-0? Я думаю, надо было не 1-0-1, а 1-0-0. 1. Вот, типа, ну, можно в минус, да, на самом деле, точнее, не в минус, а 0, типа, 50. Вот, получается, я поставил сотку, короче, вернули 50 просто, потому что твоя ставка выиграла. Вот, в общем, крепко было бы. Но, да, так не работает, и, честно говоря, настолько, знаете, обидно за оптиков. Парни старались, парни тренировались, значит, готовились, на минор не вышли. Ну, подожди, есть же плюсы в этом турнире у оптика. Оптика, опыт. Первый, это 16-14 счет на Вертига, а второй обыграли фейс. Да. Не, ну, в смысле того, что они физов выбили, это вообще топчик. Да. Топ-чан, топ-чан. Она, на самом деле, во-первых, из-за 8 команд, я уже не знаю, какое там распределение призового фонда в лоу-лавле. Я сейчас даже посмотрю, чтобы хотя бы вам объяснить, насколько по деньгам они там не просили, потому что разница наверняка между последними местами и предпоследними есть. Так вот, фейзы и золотали 4 куска, а оптики на пути к тому, чтобы золотать 8 кусков. За первое место 100 кусков. Вот. И, как бы, ну, на мой взгляд, то, что оптик уже, обыграв фейзов, удвоили свой результат с последнего места за 4к. Кстати, мне нравится вообще, прилетел на турнир, короче, вылетел с турнира за один день. Как это сделали вчера, Юви на этот золотал 4к. Не то, чтобы это, конечно, много, но я к тому, что, типа, за один рабочий день 4к на пятерых, это нормуль. Глайв тем временем МСЛА убивает, значит, что Кейджин Би принимает внутри плента. Астралис попрыгали, побегали, весело, задорно, с глаков поснимали людей, правда, в ответку получили на себя минус 2. Но это не имеет никакого значения, потому что Астралис уже ставит бомбу и оптиковолокно ничего с ними не сделает. Потому что что? Или сделает, подожди. А, это же конфиг, подожди, конфиг же жесткий, да. Конфиг магиот, конфиг магиот, сейчас раздать по головам. Тут еще и Ника есть, может на себя отвлечь внимание. Но нет, но в этом раунде. Not today, not today. Слушай, ну почему-то что-то вот мне подсказывает, что будет больше, чем один раунд. Ну, 2 раунда или 3 раунда. На самом деле это реально интересный вопрос, насколько улучшит свой результат оптик от предыдущего Додаста 2 вчера против Астралис. Коэффициент, кстати, на карту вторую. 4.7 на оптик и 1.17 на Астралис нашего партнера париматч. А тем временем дабл скаут 2. И первый скаут уже работает против Девайса. Никол Ритц упал. И ударился. Очень больно. ZipX, кстати говоря, попадает тоже по Тесесу. Там флешку накинули хорошую. Но тут все при неважно, может и без флешки открыться. Все влетело просто в конфига. Вообще, по-моему, мимо пули не полетели. Ух. И 4 в 4. Ну и плюс красные биты игроки. Одной и другой команды пока наравне. Проблема только в том, что... Хорошая флешка. Хорошая флешка. Ой, какая от Тесеса еще сюда. Яки сочно то. Залетает у нас. Вот Амника. Тем временем K2B. Хэдшотик. И теперь остался последний молодой человек. И Астралис просто проиграли в салат этот раунд. Причем главное, что они не только его проиграли. Они выбили всего лишь одного конфига из этого раунда. И это означает, что оптики сохранили, во-первых, первые арморы в числе трех штук. Сейчас, кстати, закупают все вторые еще сверху. И сохранили два девайса, которые они принесут в следующий раунд в виде калаша СГ. Плюс дабл скаут, который у них был в предыдущем раунде. И фамасик свеженький появился в их руках. Короче, для экономики защиты этот раунд был крайне важным и сочным. И поэтому они сейчас счастливые. О май гад! Что это было? Это просто парень на ногах. Вытащил дигл, остановился на секунду. Выстрелил точно. Голова в реке он. Да не, ну а что? Это зипикс. Ну а это ж... А ты удивляешься? Конечно. А ты видел, как он сегодня играл против ЕГЭ? Да. Я удивлялся. Худший его перформанс, да, я думаю, за достаточно долгое время. Но сегодня, видишь, утренние Астралис и вечерние Астралис. Разные вещи. Конфиг досвидули. И тем временем... Они решили просто не брать форс. Ого, это дабл скаут. Шот сейчас был. Девайс и Глейв одновременно выстрелили по Ника в тело. Но со скаутки, соответственно, минус 70, минус 30. До свидания. Че-то Астралис, знаешь, они такие, так, че-то, короче, нас тут разбомбили. Давайте просто в темпе марша. Первый открывающий из хорошего спавна, а именно зипикс, просто берет и рашит лонг. Там, соответственно, делает два минуса. Потом мы одновременно открываемся с лонга и шорта. Делаем свои. Нет, не шорта. Там одновременно был шорта-миддл. Да, шорта-миддл. Шорта-миддл. Шорта-миддл? Новая эстрата. Шорта-миддл. Шорта-миддл. Я твой шорта-миддл. Окей, шорта-миддл. Шорта-лонг, шорта-миддл. Дом, труба, бэплэнд. Нормально, вот и поговорили. Вот и вся аналитика. Welcome to Ruhab ночью в три ночи по московскому времени. Не знаю, как ваши часовые пояса там выдерживают вашу жизнь. Но надеюсь то, что вы у нас завтра отдыхаете, потому что завтра выходной. Вот. И, соответственно, с этим способны, кстати, у Zipix соточка процентов хэса. Что является, конечно, невеликим показателем, если взять, что три раунда было сыграно. Но Zipix сделал пять киллов, и все из них были хэдшотами. Девайс. Ну, не знаю, я думал, что можно сделать. Кстати, повторочка пошла. Забрать и забрать. А это не Диггл. А это не Диггл, это автоматическая винтовка. И поэтому так легко не удалось убить оппонента. И при этом всем, кстати, все впятером остались, пытаются на лонг выйти. Боже мой, Теса. Но по Тесе была инфа. Я вообще не понял, что сейчас Теса сделал. Очень крайне странный манё. Он такой, знаешь, агрессивный такой. Горячая кровь явная. Молодая. Ой-ой-ой, конфиг, да прекрати. Мы знаем, что здесь Диггл очень хорош, но так же незаконно. Один в один. Один в один Кэйджун Би. Смока нет. У Кэйджун Би есть дифьюз киты. И он сейчас побежит вообще на шорт. Стой, я верю в Мэджиск. Ты в кого веришь? Я думаю, что Кэйджун Би затащит. То есть у Мэджиск сейчас явно хуже ситуация. Потому что, во-первых, он пробит. Во-вторых, по нему есть инфа. По Кэйджун Би, который заходит, сейчас в спину нет. И Кэйджун Би вроде как со спины должен зайти. Мэджиск вполне вероятно не будет его видеть. Но Мэджиск очень крут в последнее время. И поэтому у него просто по скиллу... Опа! Опа! А он слышит тоже. Он слышит тоже. Боже, какой он... Какая же анлоко молоко. Да, при том, что он перевелся. Он прям почувствовал, что кто-то спустился на КТ. Но сам себе, мне кажется, не поверил. Прочекал. Ну и не было там никого. А Кэйджун Би красавец. Сделал все грамотно. Сделал все классно. И перестрелял. Но тут, конечно же, доля везения все-таки присутствовала. Но Counter-Strike без этого никуда. То есть вот эти вот тайминги, оф-тайминги, они могут тебе сыграть на руку, могут не сыграть. Но вот видишь, уже два раунда. Все, превзошли свою вчерашнюю игру. Старались, просто решили топорненько сыграть. Кстати, еще один раунд топорненький. Усиление троем от Optic Gaming на ланге. Уже второй или третий раунд подряд. О, мой бог. Что-то не очень здесь пошло в мэджи с боем. Хотя хороший хэдшот по первому. Дюпри тем временем сдвигала. Мог бы не отпускать. Но простили конфига на первый раз. Глэйв тем временем выдвигается с шарта на плент. Со скаута с шарты должен стрелять. Не попадает он по своему оппоненту. Но Дюпри сносит нико. Что уже позитивно для команды атаки. Потому что можно будет поставить бомбу в ближайшее время. Клонфиг. Лол. Он прыгнул с темпо-найном. Это был... Ну, я не знаю, на скролле у него стоит джамп или нет. Но вопрос-то в другом. Что кукли хорошо работают, если ты в упор стреляешь. А не в такой дистанции, конечно. Потому что... Тесос, ну попади ты. Попади ты, Тесос. Ну что это? Он попадает-то. Да все хорошо. Все нормально. Он очень аккуратненько. Знаешь, ты не должен агрессивно играть в такой ситуации. А вот сейчас уже просто в салатницу развалил. Так вот. Это три килла, кстати, от СССР. Просто он понимал, что надо подождать все равно своего тиммейта. И если бы он начал двигаться куда-то глубоко. А так, знаешь, под пострелушечки. Все дела там спокойненько. На прострелы. Все. Ну атака поставила бомбу. Что означает, что скорее всего у них есть деньги. Тем временем коэффициент на овер от партнера при матче 1.9. Овер 26.5. И, по-моему, честно говоря, овером здесь не особо пахнет. Хотя пока вот начало DDS-102 показывает, что обыгрывать оптик гейминг Астрали смогут на некоторых раундах. Но и у меня серьезно подозрение, что Астрали просто перестанут рашить лонг. Да, они просто как-то бокс выходит очень странно. Первым темпом выбегают, а вось убьют, а вось не убьют. Ну а там как бы уже к этому готовы были. Дело не только в том, что да, убьют и не убьют, а в том, что оптик трипло играет регулярно на этой части карты. И за это, ясное дело, нужно наказывать. То есть идти в другую часть и пытаться там сработать или играть медленно. В общем, вариантов множество. Но мы сейчас их не увидим, потому что это пистолеты от Астрали. Будь это какие-то девайсы, было бы интереснее. Но мы знаем, что и пистолетов может хватить. Бывали у нас такие прецеденты. Так что сейчас Мэджиск тут как раз крутится вместе с кем-то. С Дюпри, например, и все. Головы полетят, девайсы заберут и пойдут к победному раунду. Он не торопится, минута уже остается. Там, кстати, снова три в боксе стоят. Тут Тесос на приемке. Должны уже понимать, что... Да, и понимают. И сразу же на прочеке Тесоса. Тесос ничего сделать не смог, в отличие от предыдущего раунда, где он сделал минус три. И вот, пожалуйста, первый девайс уже можно забирать в питу. А тут МСЛ. МСЛ нужно еще и второго забирать. По-другому никак, а как больно. Это же только Глока. Очень больно. Тюпри. Просто на ноге бежит и стреляет. А стреляет куда? Правильно, в голову. А тут еще и Глейв сейчас будет ждать конфига, который просто отвалится, потому что Глейв не торопится. И точный выстрел в голову от него. Конфиг нет. Это два Дегла, П-250 и два Глока. Звучит как рецепт от Долфона. Классический просто раунд унижения от Астралис. Вот пауза сразу от Оптик. А нет, от Астралис, лол. Не очень понятно, зачем. Но, видимо, они как раз-таки по макро хотят что-то обсудить. Типа давайте не будем играть так быстро по лангу. Давайте что-то другое придумаем. И как раз-таки сейчас выясняют, что они могут показать. А вот это, конечно, удар по морали. Крепкий для Оптик. Все по твоим контролям. Антиэкономический. Все, что тебе нужно сделать, это не потерять девайсы лишние для того, чтобы укрепить экономику. Вместо этого ты получаешь просто по щам. И это, во-первых, показатель не того, что Астралис молодцы. Тут и так прекрасно понятно. Они крепки, хороши, стрельба, сок. А в том, что явного какого-то плана от МСЛ не было на это антиэкономически. А, друзья, отсутствие какого-либо плана на антиэкономически. Это показатель один из основных работы. Что тренера команды, что капитана команды. И вообще, в принципе, ее как механизма. Ника досвидули просто. И снова, снова использование спауна. Агрессивное открытие на ланге. В этот раз, правда, в Оптик Гейминг нет возможности раскидать для того, чтобы заблокировать. Быстрый выход от Астралис с ХАЕшками, с Моликами. Поэтому парни из красных звездочек этим пользуются. ХАЕшечка такая не очень приятная. Правда, она и не особо... Псевдо ХАЕшка. Да, псевдо ХАЕшка. Она не особо там нанесла дэмэдж. Чуть пострадал Дюпри. Ну и ничего страшного. В позиции своей остается. Ва-2 вынуждены стоять. Теперь у нас Оптики. Потеряли одного игрока. О-о-о-о-о. МСЛ, что там у него? У него скаут. У него он инфудал. Он просто хотел подкраситься, понимаешь, в стиле цепной кошечки. Крадется, но не крадется. Да. Вот сейчас МСЛ погибает просто. Да, еще раз инфудал. Теперь посмертная инфа от МСЛ. 5-3. У Тесеса ужаснейшая точка сейчас. Его закроют с двух сторон. У него нет шансов. Ему нужно крутиться, как дела. Да, там 160, 160. Лол. Ему повезло. Крепко повезло. Еще ВП отдали. И теперь у него позиционка уже намного лучше. И он стреляет. Вроде попадает, но сквозь стену. И поэтому не так много дэмэджа. Он не будет считать последнего со спины. Он не будет считать со спины. Так что последний оплот защиты Оптик Гейминг. А по-моему там Хайей не должна была убивать. Нет. Или могло. Ну вообще оно хорошо полетело. Просто вот Мэджиск, по-моему, если бы увидеть ту ситуацию, можно было бы ответить на этот вопрос. Но Мэджиск оказался в нужном месте, дабы это Хайей не принесла у него. Тесес красиво реализовал промах противника. Самое, что интересно, ты понимаешь, это АВП за секунду до этого в руках Девайса. Они наносят летальный дэмэдж. Девайс падает. Тесес берет это АВП, стреляет в оппонента. И оно второй раз. Оно надо выкинуть. Ну какой-то просрочный. Холостыми стреляет. Не знаю, там еще. Китайское какое-нибудь. Все, что хотите. Но АВП не убивает. Посмотрим, может дальше пойдет. Но АВП это засейвили. Так же, как и два дегла. И вторые первые арморы. Еще одну флешку. Китайцы не такое плохое оружие делают, если что. Нет, ну вообще это нарисательное, да. Просто метафизическое. Опти, кстати, придется еще один экономический делать. За то, что в предыдущем они там что-то позакупали. Плюс еще экономику порушили. То есть, Астралис, взяв раунд с двумя деглами на P250 и... Один P250 и двумя галаками, выигрывают не один раунд, а три. Бум. И это незаконно. И у Ника 29. Я не про прострел, я про количество раундов. Прострел это дефолт. Мэджиск? Нет. Мэджиск чуть-чуть не добивает, но я думаю, что сейчас тут еще и ДП подойдет. И будут выходить вдвоем, просто откроют Б-базу. Скажут, ребят, заходите. Мы открыли. Первый полетел. Нужно контролить еще и здесь Ника. Услышали прекрасно, что он перемещается. Там еще и подширь шарта. Все-таки перестреливают Тесса с Глейва. Но... Настрель просто встал. Сейчас, погоди. Сейчас я нацелюсь. Погоди, сейчас постреляю. Но девайс так долго. Я давно не видел, чтобы люди на верхнем хэдшоте сидели. Ты настолько уже знаешь. Типа, я царь горы, стреляй по мне хоть откуда угодно. То есть ты простреливаешься с нижней ТЭшки, с дверей, одновременно с шарта. То есть это прям вот все точки, которые только возможны. Ну и ТЭС спауна, понятное дело, но это уже не так важно. Вот. И это, конечно, прям максимально... Еще не хэдшота, прошу прощения, суицида. Вот, это прям крепко-крепко, конечно. Такий раунд, лол. Напомни, пожалуйста, как они закупались в первом экономическом. В первом экономическом раунде... Там, по-моему, скаут был когда-то у МСЛ, помнишь? Он прыгал со скаутом вот тут в шарте. Поэтому там был какой-то скаут. Скаут был? Да. Что еще там? Диглы какие-то, наверное? Диглы, скаут, и вроде бы ничего больше не появлялось. Ну, возможно, какая-нибудь МПшка, но сейчас уже не вспомним. Только надо поднимать статистику и поднимать все вот это вот дело. Но скаут точно был. Плюс диглы. И, скорее всего, может быть, они в ноль закупались на первом. На вот этом. Может быть, там был форс. А мы думали, что там был экономический раунд. Не, ну, я имею в виду, там точно был не фулл эко. Здорово. Но, типа, это был полубай, и, возможно, этот полубай был ошибкой. Ну, то есть, это, конечно, вопрос к аналитикам намного больше, нежели к нам сейчас, потому что мы не можем восстановить полностью все события. Но счет, я реально не в курсе. То есть, это либо ошибка от кэпа, ну, либо от саппорта, который считает экономику. Вот, либо, соответственно, просто ситуация, в которой экономика их настолько подвела, что они сделали трипл эко. Точнее, не трипл эко, а, типа... Ну, там, да, там... Полуэко, эко и полуэко. Это, типа, если сложить все три раунда, то получится фулл бай. По названию. Постоянно покупали какие-то диглы, постоянно недефолтные пистолеты. И это привело к тому, что сейчас-то, если они этот раунд отдают, то мы увидим снова эко. Коэффициент нашего партнера примачивания на второй карте Астралис 1.07, OG 7.5. Итак, мы посмотрели три антиэкономических раунда от Астралис. И сейчас будет один бай, но подожди, еще не факт. Вот ради этого раунда мы смотрели три штуки подряд сейчас, достаточно неинтересных. И вот ради этого бая... Кстати, WVP на атаке. Астралис реально уже просто вообще орут с этого даста, вот в буквальном смысле. В большинстве случаев в тир-1 уровне ты не увидишь на атаке WVP. Даже на дасте 2, на котором есть линия, просто потому что не всегда валидное оружие. Но из-за того, что они уже просто понимают, что оптик не играет в Counter-Strike. Здесь опа, флешка. Хорошо сыграли, кстати, дабло здесь на размене, правда, Астралис. Тоже ответили. Это такой дефолт, это дефолтная флешка, которую накидывают все, даже в паблики. Она работает, она работает, она хорошая. И конфиг я реализовал, просто так уж получилось, что Астралис играет здесь двойкой. Тем временем верхняя Т. О, тут Ника поджал. Это, кстати, уничтожение сплита. И таким образом у Астралис не будет контроля над мидом. И он ли верхняя Т. А вот здесь важнейшая перестрелка. И она проигрывается у нас игроком Астралиса, именно Глэйвом. И теперь Дюбри. Выстрел точный, хорошо. Нельзя было торопиться. Ну, не то, что нельзя, было бы неплохо подождать своих тиммейтов. Опа, Кэйджин Би слышится. Постановка бомба, флешка сразу туда, туда заход. А куда он пошел? А я не знаю. А вот он в упорях. Окей. Они тебя задают в упорях, вот и все. Да. А там были какие-то гранаты? А ему можно было направо сместиться. Да... Ну, как мне кажется. А они вдвоем слева оказались. Не обязательно. Они в один момент смотрели одну позицию просто. Да. И это... Ну, не знаю, честно скажу, ни малейшего. То есть здесь отработанный маневр, это явно было задумано так. Флешка была, накинута хорошо. Да. Но и о том, что это было задумано. Вот такой выход. Вот, смотри, что они закупили. Да, да, да. Ну, экономически логично. Итого у нас сколько? Четыре. Да, четыре раунда из пяти. Кайф. Чего нет? Вот. Вопрос в том, что... Если взять, что Optic Gaming перестреляли в двух моментах своих оппонентов, а именно Ника сделал два своих кила, то вроде как все должно складываться было неплохо. Но Ника не подождал. Ника сразу же открылся на АВП. Он сыграл нехладнокровно, а больше под то, что он уже получил определенный уровень хайпа. То есть я убил одного, я убил второго, сейчас имею право на то, чтобы попытаться убить еще и третьего. Открылся против Дюпри и таким образом не дал своим тиммейтам хорошего пространства, потому что у тебя два человека выходило с миды, а это не всегда комфортно. Опаньки. Кейджин Би, что творится? Что ты творишь? Как же ты хорош в этом моменте. И третьего можно. Нет, третьего не получится. И теперь ZipX. До свидания. Тут закрывают, да. Нет, ну в любом случае хотя бы трех убили. Может сейчас еще и Тезис. Нет, и все-таки там сейчас еще ZipX должен его закрывать. 5 хп, вот чуть-чуть остается, просто не добивают его. Кстати говоря, у Тезиса там 8-2-8, единичка кд, между прочим, 75 и диара за 11 раундов. Это вещи вам серьезные. ZipX с позиции вообще не уходил. И Тезис просто пошел на смерть. Что, два авика в защите, кстати? Ну, наконец-то. Хороший байкс-то. С точки зрения гранат. Не знаю, что им делать, честно говоря. Потому что Астралис пробивает и А, и Б, и мидл. И что-то как-то... Ну, у Ника вот получилось продемонстрировать неплохой перформанс. Ну, посмотрим, посмотрим. Точно нужно поджимать. Точно нельзя оставлять ситуацию, в которой ты не жмешь. На КТ-сайде в одном из частей. Вот, например, сейчас они снова трипл-лонг сыграли. На защите тут, правда, фулл-бэй выход. Одного поймали. Второго поймали. Третьего поймали. Четвертого поймали. Давай пятого. Давай домашний ваш. Ты посмотри на Кэджин Би. Что за машина-то такая? Интересно то, что Астралис выходили ровно под темп стрельбы из АВП. Из бомбы, кстати. Прям вот четенько, да, кстати. Еще и без Е4, вот это ровно. Нормально. Ну, мне кажется, тоже датчане из атаки немножко подрофлили уже. Ну, то есть при важнейшем каком-то противостоянии, в котором бы они чувствовали, что любой раунд на счету, они бы, наверное, так не выходили. Но здесь они, да, прям вот паровозик смерти. Чу-га-чу-га-таща-ча-га-чу-чу-чу. Я уже вижу, что админы группы Кэджин Би делают хайлайт этот и заливают уже в группу. Правильно делают. Ну, типа, камон, если бы это было какой-нибудь на массе, то это одно, а здесь как бы Астралис, и ты делаешь килл. Справедливо, справедливо. Ну, на самом деле, план был такой. Глэй сказал, так, пацаны, вы все умираете, я один капитан, я решаю, я хочу в клатч, короче. В клатч не очень получилось, но... 5 в 0, но я 1. Но он в нем был, он в нем был долгое время. Ходил. Ходил. По-моему, забирал. Ситуацию вот сейчас нам покажут. На. Потом второго. Потом третьего. Я реально ору именно с того факта, что они выходили все ван-бай-ван, и ни одна флешка, ни одна флешка, которая летела в сторону Кэджин Би, не сработала даже не на Йоту, то есть даже близко не было. Он прям как будто с закрытыми глазами был в тот момент, когда ему кидали флеши. Он каждый раз отворачивался и каждый раз поворачивался обратно. И именно в этот тайминг выходила атака. Если бы выходили, возможно, без флешек, немножко более кучно, то теоретически говоря, они могли бы его забрать и совершенно спокойно, из-за того, что был бы офф-тайминг перезарядки АВП. Кстати говоря, конфиг, про которого мы говорили на Нике, невероятный перформанс, но ужасно нестабильный. Вот, пожалуйста, нестабильность на лицо. 2-2-10. Бывает. Да, никого не убивать. Кэджин Би пошел сжать. А нет, он решил просто в открытость сыграть. Опа, на приемочку. Молодой человек. Всего одного. Вот сейчас опять флешку, Дюпри получает флешу свою собственную. Нет, сейчас убьет. И, а, понял, 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 понял. И до сих пор Кэджин Би живет. Он до сих пор живет. Просто сыграй спокойно. Оп, нормально. Вот эта флешка уже... Эту флешку Кэджин Би почему-то не ждал. Это вопрос, почему. Но ладно, окей. Но только как Дюпри, конечно, получил флешу от своего тиммейта, это вообще крепость бытия. Что-то орут они уже по полной. Я уверен, на самом деле, что они прямо орут с этой катки сейчас. Им и дострали. Потому что рашить Б в пятером на верхней тэхе два раунда подряд это не то, что обычно делает тир-1 коллектив. Так что тут девайс не прочел. Не прочел МСЛ. Это зашел в Сусмаках с другой стороны. И вот теперь по Дипиксу есть инфай, а вот ССА есть преимущество. Кто выиграет? По-моему, Дипикс. Комбы не ставят все это время, что они здесь были. Просто стоят и просто ждут. Мок. Сейчас зажим от Тесоса. Тесос может круто сыграть у Смока, но мне кажется, что ему не хватит смелости. Опа, байт. Просто он знает, что он против бога. Клачьи. А он Тесос. Ну да. Ну вот видишь, вся ситуация дошла до того, что Дипикс его в тайминг пропустил в дверь. И она дошла до простой стрельбы. И вот в простой стрельбе Тесоса сильнее оказался. Тотал по раундам там подъехал. Меньше 24,5-1,177. Больше 24,5-1,77. Таковы токал по раундам от нашего партнера по рематч. Коэффициенты. Но там еще и, конечно же, у Дипикса проблемы по хп были. То есть там 42%, это тоже 100%. Поэтому тут уж. Ну там видишь, СГ могла решить. И так. Ой-ой-ой-ой. Снова повторение. Повторение примерно так, раундов там 8 назад, наверное. У нас регулярно Астралис выходили втроем по лангу. В пятером. В четвером, в пятером, в троем. Как угодно в любых сетапах. И Оптик Гейминг регулярно втроем дефались по лангу. И в этот раз размены не в пользу для зеленых. Теперь по дефолту побежали по до базу. Единственное, что кто там у нас на просвете. Кто это остановится, на самом деле, датчаном немножко. А там в Глейв спорта заходит. Вот прям сейчас можно спокойно. Вот-вот. Я о том, что им надо было остановиться, подождать. Здоровенький. Вот теперь изи. Ника здесь. И Ник контролит. А там еще раз можно Глейву выйти и убить его. А он просто ему сюда вот такой вот молик и прогоняет его еще чуть дальше. И девайс просто делает свое дело. Контакт последний. 2-3-11. Не думаю, что представляет сейчас какую-то угрозу. Да. Мы увидели, в оптике оказались ситуации, в которой они в буквальном смысле не могут ничего сделать против шорта, если там хоть кто-то есть. У них 0 инфы по миду. Никто ее не собрал, потому что надо было стянуться под КТ-сайт. И... А это называется что? Контроль карты. Даже не карты. Слушай, ну ты теряешь 3 на 4. У тебя позиция реально слабая теперь уже изначально, потому что ты на ланге никого не имеешь. Отбить лонг тоже не можешь вовремя, для того, чтобы уже против шорта не сражаться. Да, но там лежит смог, и поэтому теоретически ты можешь иногда поглядывать на шорт. Не из-под этой позиции обычно. Но я имею в виду, тебе точно... У тебя точно инфа есть о том, что на ланге кто-то присутствует. А бороться против шорта тебе нужно отправлять одного чела, который на миде уже в шорт со спины, чтобы он заходил. Тогда можно было бы сражаться. Но они решили дабло играть через КТ, и не получилось. Тем временем Глэйв убивает конфига и заход в Б на соло Кейджин-Б. Это последний раунд первой половины, между прочим? Да. Тут у нас сейчас решится все-таки десяточка или шестерочка для оптик, Кейджин-Б снова здесь, снова убивается эта позиция, они решают его... Мне кажется, он столько заходов на Б в атаке я не видел в жизни никогда. Ну, то есть, кроме там пабликов. Потому что, ну, обычно, да, если ты играешь на Б, тебе достаточно часто приходится играть саппортом, который на перетяжках, потому что на А5 заходят твои тиммейты опять ничего с этим сделать не могут. И ты такой, боже, опять мне надо на перетяжку через верхнюю Т-шку, через мидл. Вариантов реально очень много. Но тебе приходится играть через перетяжку, что означает то, что ты, скорее всего, уже играешь на выбивании, в ретейке или на позднем таймере. И тебе неудобно, да, то есть, не по кайфу. По кайфу тебе принимать на Б. Вот. На Кейджин Би вот сейчас был рад явно этой половине, потому что и удалось и хайлайтики показать, и на опорной позиции сыграть, никуда бежать до Аплента не надо было. На точке реально меньшинство раундов было сыграно, а это редкость на Дасте. Но плюсы ищем и находим. В чем? А, в смысле? В том, что... Ты видишь только минусы, что ли? Нет, я имею в виду не только минусы, я имею в виду, что оптик гейминг сегодня уже выглядит лучше. Да. По сравнению со вчерашними результатами. Уже не один раунд. Уже, между прочим, приемка под Б от Кейджин Би. Невероятность. Хайлайт. Но тут, опять же, сейчас заслуга непонятна, то ли Астрали, что они начали так выходить под Б и просто отдаваться. Ну, не просто, там, под флешки отдаваться, извини меня. Это другой уровень отдачи. Давай скажем так. Хорошо, другой уровень отдачи. Вот этот раунд похоронил все. Если бы оптик его забирали, они не получали бы с себя трипл эко. А, вот, кстати, да, как раз мы можем посмотреть. Не, не можем, наверное, да? Да, тут не везде показаны. Не, не все раунды показаны. Так вот, они не отдали бы трипл эко. И, соответственно, это было бы что там вообще? Типа 4-2 или 4-3 и там потом 5-3 можно было бы забирать из-за отсутствия экономики у Астралис. Короче, похоронил, похоронила победу на первой половине именно раунд, в котором они отдались с деглам. Вот. Этого нельзя было допускать. Это грубейший раунд. Вот. Не знаю, с чем он связан, честно говоря, там надо уже в коммуникации разбираться. То есть нельзя просто сказать, что Астралис просто круто стреляет с деглов, из-за этого они выиграли раунд. Нет, там просто еще и... Ну, это тоже. Ну, это тоже. Ясное дело. Но я к тому, что у оптик явно не было вообще никакого особого плана на этот раунд. Или если он был, то он совершенно не сработал. Это вопрос уже к их работе над ошибками впоследствии после этого лана, с которого они сегодня скорее всего уедут. Напомню, что заработают они 8 кусков долларов. А последнее место 4, которые, например, они выбили, если брать команду в фейсклан, которая с своими двумя новыми игроками, ничего на этом турнире показать не смогла. И я даже не видел ни одной их игры из-за того, что каждая игра фейзов была на правильной трансляции. И заканчивалась она с не очень таким внушительным счетом. Я там посмотрел результаты. 16-6. И 16-10. И что-то такое. Прям грустно. В общем и целом, да, фейзы, по-моему, не добрали особо. Можно Броки выделить на самом деле, что он вроде как новый игрок, нигде кроме Эпсилона его видно не было, а вот он попал к таким звездам, поистине звездам. Самая главная проблема в том, что он попал не к звездам, а против звезд. То есть это самое сложное, не играть даже с крутыми пацанами, которых ты черпаешь вдохновение и уважение, а в том, что ты играешь против челов, которые не прощают вообще ничего. И мы видим, например, процесс адаптации Бумыча в Na'Vi. Дело даже не в том, что ему, условно говоря, сложно со своими новыми тиммейтами, а в том, что те маневры, которые он делал на Тир-3 уровне, играя в Винстрайк, или там Тир-полтора, Тир-два, как бы вы их ни называли, но это все-таки не Тир-один уровень, там такое прощают. Там прощают лишние пиксели, прощают лишние пробежки, прощают лишние прыжки, прощают лишние движения, которые он делает, и которые, соответственно, делает любой игрок, который находится на уровне ниже. И сейчас вот он постепенно учится, это видно, но в первые игры, там первые даже, условно, полмесяца, там месяц, это ощущалось. И я думаю, вы видели замечательные эти хайлайты, например, когда Simple с ножа не убил, и вот то, что потом творилось в ситуации 1 на 2, не должно было случаться ни в коем случае. И таких моментов достаточно много. Вы можете проследить их уже впоследствии на играх DreamHack Masters на следующей неделе. Совсем скоро. Да, со вторника вы можете увидеть новый состав Na'Vi в деле, на лане. Guardian с винтовкой, снайперской. Давно не видели, короче. Да, а Simple будет просто бегать, убивать по карте с АК и с Эмкой. Честно говоря, я не знаю, вот это решение по поводу Guardian у меня вызывает очень много вопросов. По поводу Guardian то есть оно не вызывает вопросов с точки зрения логики, типа, ну, проверенный парень, играли с ним, знаем, кто такой, знаем то, что у него есть определенный стержень, да, понимаем, что от него ожидать. Но вот мотивацию, я просто вспоминаю последний год Guardian в Na'Vi, когда он напрямую говорил о том, что у него уже нет мотивации, уже пост-ток он ушел, вот, не было мотивации играть в Na'Vi целый год. Алё, ну, я не знаю, как можно брать человека, который в открытую говорит о том, что у него не было мотивации играть в Na'Vi в том составе. Типа, теперь она вроде как есть, ну, я не уверен, честно говоря. Ну, и возраст, конечно, уже явно запал, запал не тот, но опыт, с другой стороны, конечно, тоже важен. О такой команде, как Na'Vi, которая решилась двух своих главных, так сказать, олдскульных тяжеловеса в виде Эдварда и Зевса подряд. Опа, опаньки, не дочитал здесь такие. Zipix, развал одного, Zipix, развал не второго, и Мэжес Бой, походу, будет последним. Вытащит ли он один в три? Сложно здесь будет, тут и Скара его чекают, у Скара уже нет, но там еще и Тесес, да, там умирал бы по-любому. Но как же круто, Астралисы прочитали этот раунд, у тебя замыкающие со спины на кубы, так, у нас десяточка, кстати, от париматча на Optic Gaming в этом матче, в этой карте. Так вот, Астралис пытались замкнуть со спины, да, этот проход Дюпри просто не дочитал Тесеса, усиление крепчайшая Ланга, все остальное, ну то есть по макро датчане и защита прям молодцы. Ну и зеленые тем временем наступают у нас с чем? Галил, Калаш, Калаш, Маковка вместе с Скаутом, а Дефенс решил в трипл дигл дабл Скаут одеться и принимать. Здорово, кстати. Zipix там решил долго-то не размусоливать конфиг и вырубил сразу, но конфига на этом Дасти не щадят и не может он никак еще свою статистику улучшить, проблемы у него огромные. Это же дабл Скаут что ли сейчас стоит? На линии я имею ввиду. Да, на линии, да. Один точно стоит, а второй стоит ли? Он внизу стоял, тоже ждал. А, я понял, понял. Слушай, ну сложно будет пройти, сложно будет пройти. О, сейчас из спины зашел Глэйв. А вот это вот уже ошибочки по макро, так, хорошо. А что дальше? Дальше стояние пока. Ну, у атаки есть три смака. Три смака это дабл просвет, соответственно, и еще что-нибудь дополнительное, например, на подход к Апленту или, например, шорт можно откидать Глэйв или тык-тык-тык-тык. Его ждут, его ждут. Ему здесь, ну, опять же, он капитан, он знает, что тут делать. Вообще, Астралис, я уже говорил, академический Counter-Strike демонстрирует. Это означает, что никто из них, никто из них никогда в такой ситуации не полезет на рожон. Ну, то есть, может быть, конечно, чисто ради рофла, но в нормальном дефолтном мире они так не сделают. И Глэйв этого не делает, он ждет информации своих тиммейтов, собирается сыграть уже только с ними. Дабл смок на просвет, дефолтный заход на Аплент. Здесь в упоре Ника получает по щам раз. А вот теперь время Глэйва. А, Глэйв вообще... Оооо! Насколько же он дисциплинирован? Вот любой из нас, мне кажется, в этой ситуации пошел бы в спину, а он просто взял и перенулся. А они до сих пор спину чекают. Да, потому что у них нет инфы о Глэйве. А Глэйв просто взял и пришел. Я имею в виду, кто из нас в здравом уме пойдет к своим тиммейтам, имея возможность зайти в спину, объединившись с ними и стоять, типа, на планте. Ну, это же скучно. Это же неинтересно. Ты можешь в клещи взять, со спины убить, все остальное. Это Батя Глэйвич. Это академия, понимаешь? Это отношение к контрстрайку на совершенно другом уровне. Дисциплинированность. Это то, за что очень многие их не любят. Если бы вы приехали, например, ну, или бы, возможно, даже были на берлинском Мажоре, то вы бы увидели, насколько много людей не любят и освистывают Астралис в Берлине. Это просто жесть. И, да, у них есть свой фанкорпус, как у каждой команды. Подождите секундочку. У нас расстрел. Ну, да, не важно, да. У каждой команды есть фанклуб, и у каждой команды есть свои парни, которые приходят в символики, парни, которые орут и так далее. Но вот если взять срединную температуру по просто зрителям, которые просто пришли посмотреть КС, количество У и свистов в сторону Астралис, оно самое большое среди всех, кого я видел. И, наверное, вообще я не видел ни одной команды, которую бы так принимали. Но Астралис это именно оно. И дело не в том, что они играют плохо, потому что это совершенно не так, а дело просто в том, что они настолько сухие и правильные, что людям просто не нравится это смотреть. Сучные, да. Да. Сучные от вот этой вот дисциплины и правильности. Но обратная сторона слабы, наверное, можно ее так назвать. Ну, слушай, Ликвидов же так не свистят. Вот. Хотя они вообще из ИН региона, что отдельная тема. Ну, для Европы, я имею в виду, для EU региона, что является принципиальным противником, да, можно так назвать. Мне кажется, Ликвид так не свистят, потому что Астралис очень долго были в топе. Целый год. И вот это вот... Нет, нет. Главная причина именно скучность. Я тебе отвечаю. То есть, если ты почитаешь ХЛТВ, даже когда только Астралис только начинали свой подъем, когда они только первый мажор брали, было очень много топиков на эту тему. И очень много комментариев в поддержку подобных тем, что просто не нравится смотреть из-за того, что Астралис не создают сложных ситуаций для себя. Когда ты в последний раз помнишь, что им надо было что-то тащить. Серьезная катка, например, в рамках мажора была только одна против Ликвид. Больше всего остального время ты такой, ну, тип, да, это датчане на плей-оффе. Им вообще плевать. Они просто забирают свое и не отдают ничего. И никуда. Это грустно. И... Оп. Оп, Дюпри. И в этом вопросе, например, разительно, мне кажется, отличаются бразильцы. Потому что игр, в которых им надо было из-под доминации противника выбиваться, когда они были уже, там, чемпионами, когда они становились сильными и так далее, когда они шли к своим мажорам, они все равно шли к ним очень-очень сложным путем, постоянно попадая в ситуации, в которых им надо, типа, тащить 9 раундов подряд в ситуации, там, 5-7, например. Или... Точнее, 15-7, я имею в виду. Как это было, например, на Мираже, когда был колдзеровский дабл с АВП, там же тоже этот дабл с АВП и впоследствии там трипл с ноускопами, со всем остальным, с прострелами, он был супер важен. То есть, это не просто крутой момент, но этот момент еще и сделал камбэк на той карте. В дюбре тем временем убивает еще и Кейджин Би, заход на Аплэнд, оптики в меньшинстве пытаются здесь пробиться через шарты, а астралисы... Астралисы просто красавчики. Астралисы играют очень тайтово. Флэшки, заход, один, второй, пошел, перестрелял на раз-два. Никакой суеты, никакого хаоса. Астралис миллиард раз видели эти заходы, оптик гейминг не было ни единых здесь шансов, просто потому что гранаты закончились, позиционка была одна и та же, только шорт и ничего кроме шорта. Кстати, почему не сделали стиль авангаров, почему бы не состилить этот раунд, ведь он создал бы хоть какую-то сумятицу и хаос, где адрен дропается чисто в смок вниз на КТ. Это дает тебе, ну то есть, что тебе дает четыре человека, которые стоят в этом и том же месте? Ну да, надежда на то, что вы перестреляете, но вы знаете, что вы не перестреляете, скорее всего. Почему просто не попытаться дропнуться? Как вариант? Продолжают, продолжают, при том, что сейчас оптики отдают пятнадцатый, по идее. А МСЛ, что у него там случилось? Что случилось у МСЛ? А, вот, Дигл у него. А то я думал, что-то случилось, он там с ножом бегал, но тут случилось все. Тут случилось уже шестнадцать, хотел я сказать, но шестнадцать будет не за горами. Пятнадцать шесть, пять в ноль и девять матч-поинтов для коллектива Астралис и оптик гейминг в шаге от того, чтобы отправляться домой с восьмью, правильно? Или не восьмью тысячами? Сколько там ты говорил? Восемь, да. С восьмью тысячами бочинских. С организацией нужно немножечко отстегнуть. Налоги заплатить. Налоги заплатить, сколько там, тридцать процентов. Вот конфиг сегодня спать будет явно плохо. Три килла на Дасте два. Да, зато он будет тешить себя нюком. Мам, сегодня ночью я буду тешить себя нюком. Тем временем МСЛ просматривает миддл. Хорошо, только не громко. И припытается играть со смоком. По дефолту. Очень такой, знаешь, дефолтненький раунд готовится от оптик. Пока не очень понятно, куда они хотят выходить. Мне подсказывает, что может быть, это будет выпад через миддл. Это спритбэш, что ли? Выпад через миддл, возможно, нет, но он только один вышел здесь. Подожди, подожди, там усиление дабло, депри может, может сейчас агрести. Нормально так. Судя по всему, он футбел по двум. Постреляли. Просто оптики осознали, что их слишком часто обходят, они решили сыграть по дефолту до середины раунда, не отдавая позиции. Все равно придется отдать лонг, точнее, бокс. Да, кстати, по боксу сейчас будет зажим со спины, вот как раз получили инфу от дюпри, что это будет заход на Б, соответственно, Мэжеску нужно будет здесь максимально сконцентрироваться и заход со спины, заход со спины, самый интересный, самый важный момент. Вот он, на ваш экранах, Глейв зажал, убил, Мэжесбой вынужден будет отойти немножко подачу, потому что флешки шикарные, дабла флешек прилетела от оптиков. Не смог от второй увернуться Мэжесбой, и теперь Девайс вместе с Глейвом 2 на 3, в ситуации, в которой можно забирать раунд, оптики просто красавцы. Это самообладание, хладнокровие и состояние, когда тебе уже нечего терять. Молодцы оптики, просто такие, да, мы знаем, что мы это проиграем, да, шансы крайне малые, что мы даже выйти еще на ничью, но мы пытаемся, мы не сделаем тупого раша, мы не делаем какого-то прямолинейного захода, мы пытаемся тайтого, спокойненько отконтролить бокс, все равно, правда, пропускаем там спину парня, окей, мы пытаемся выбить мидл, прочекали там, разменялись один в один, зашли, сделали все по красоте, главное, что второго опорника убили, это был центральный момент, и флешечками, флешечками, сочненько выбиваем и же сбоя, который не нашел себя. При том, что он от первой флешки то увернулся, а вот там потом грамотная флешка, вторая полетела, еще одна, и он уже к ней стоял лицом, такая довольно, знаешь, она как бы флекс-позиционка с точки зрения того, что ты можешь отойти к двери и уйти вообще, подождав своих тиммейтов на выбивание 3 на 3, с другой стороны, на B пленте опорнику все-таки хочется иметь ту позицию, которая была бы в глубине точки B, либо это дискотека, либо это, соответственно, плен сам по себе, и можно было бы играть из-под окна, потому что там немного удобнее передвигаться, лол, девайс просто такой, нет, спасибо, больше не надо, вот, а вот игра из-под двери, она, конечно, ну, обычно не всегда приносит свои плоды. Два АВП, кстати говоря, у Дюпри мы еще одно минули, а оно есть, могут ребята отыграть сейчас именно так из Астралис, ну, уверенный раунд, не суетясь, по позиционочке, 2-1-2 по схеме все, и пока оптик, вроде как, повторение раунда полностью, и повторить, и выйти под Б, а тут уже Мэджиск другую позицию занял, там Глейв, кстати говоря, Нико все-таки, двойка Б, это усиление от Астралис на Б пленте, двойка Б плюс один мидл, который на грибах, и это вообще, ну, по факту, это трипл Б, и вот о чем я говорил по поводу позиционки Мэджиска, то есть, в этот раз, Мэджиск такой, нет, пацаны, мало того, что мы усиливаем, я еще сижу в глубине плента, второй чел в глубине плента, никаких дверей, ничего подобного, изи катка, изи лайф. Ну, оптики читались в последнем раунде, ничего не сделаешь, бывает. 16-7, практически все игроки Астралис настреляли за вот эти 16-7 за двадцатку, между прочим, на секундочку. Хороший результат, и можем поздравить Астрали, что сегодня, после не очень удачной игры против Evil Geniuses, я думаю, что они такие, знаешь, а что мы сразу-то это не сделали, господи, в самом начале дня, уже сейчас бы спали. Да. То есть, ну, график тяжелый, мы еще, кроме этого, обратно потом в Европу возвращаться для того, чтобы играть на Мальмо, и здесь чисто пацаны отбили пятюньки, все остальное, но понятное дело, что они были бы намного более довольны своей жизнью, если бы играли бы сегодня с Evil Geniuses более удачно, потому что, во-первых, это ставит их в ситуацию, в которую они попадают на Ликвид, я напомню, что если бы они сегодня обыгрывали Evil Geniuses, выходили бы с первого места, попадали бы на второе место, противоположные группы, а это коллектив G2, что было бы просто суперизично, я вам скажу, а во-вторых, соответственно, сейчас они выходят на Ликвидов, и это означает то, что дальше в плей-оффе им придется сражаться с командой, которую они могли бы встретить в финале, теоретически говоря, и это, наверное, будет сложно. Да, но Ликвид все-таки не в той самой форме, в которой они были чуточку времени назад. Ну, посмотрим, это пока еще разговор другого плана, в любом случае, мы с вами прощаемся с Кристалмэем, потому что теперь мы уже передаем слово студии аналитики, спасибо большое, что слушали нас, Пчелокин Кристалмэй, увидимся завтра. Студия аналитики, давайте. Спасибо, парни, ну что же, действительно команда Optic была более чем читаема, да и не только в плане игры на последнем раунде, так еще и по счету. Как предсказывали наши аналитики, Total меньше, все-таки здесь более чем закономерен. На раун больше, чем на своем пике, но при этом очень много вопросов к тому, как вообще строится, так сказать, оборона команды Optic, я не понимаю, что у них бывает иногда с экономикой, но вот наши аналитики отметили факт, что там как-то с закупкой не очень хорошо выстроили в итоге Optic свои составляющие экономические, но на мой взгляд они отталкивались от того, что у них было там 4 с чем-то тысячи, да, 4 с 100, но что это для защиты? Ну это МК, это Армор первый, да, там один смог. Хотелось бы, конечно, полный бай там со вторым Армором, если это вообще-то нужно, да, против Клаши не особо и Крига в частности. Ну и, соответственно, больше гранат в защите, без гранат играть, на Дасте втором как-то не Камильфо, на мой взгляд, и в этом плане на оптике, конечно, не стали прыгать выше головы, но если конкретно говорить за Даст второй, то, ну, блин, но они не могут прыгнуть выше головы, они проиграли свой собственный пик, но Нике, где шансов должно быть в разы больше, Астралис в первой плане вообще их доминировали где только могли, и казалось, что Астралис вообще ровно уместно камни не оставит от оптиков, ну, то есть там счет был 8-3, и в какой-то момент, да, оптики начали карабкаться вверх, но эта карабканье вверх, их, к сожалению, не дал никакого бусту по итогу, они не смогли таки найти свои игры в атаке, и взяли, по-моему, а что они взяли-то за атаку, сколько раундов-то, елки-палки, два раунда за атаку эта пистолетка и какой-то один, ну, такой, трудно реализуемый для Астралии. Не, подожди, 12-3 за первой. Я вижу, ну, два раунда, я вижу, говорю уже, пять... 12-3, значит, три раунда они взяли в атаке. Я слепой, да, прошу прощения. Да, три раунда в атаке, ну, два-три, какая разница, если это действительно провал, это полнейший провал, так что, здесь, на самом деле, Саша, есть что добавить? Гром, 12-3, ты говоришь? Нет, это я тебя в другом матче... А, все, окей, 10-5. Ребята, не ссорьтесь на пустом месте. Это абсолютно не важно, 16-7, так или иначе, результат за командой Астралии. Да, как-то все очень просто, вот можно по фрагам отметить примерно всех у команды Астралии, вот кроме Мэджиска, он, да, немножко выбивает 13 фрагов, остальные 20-20, 21. Ну, сколько можно оттащить? 21, действительно, можно отдохнуть, но все правильно, вот соточка у Глыева. Глэйв, опять. Ну, капитан, он успевает и туда, и там, как бы. Записывайте, записывайте, играйте под демком Глэйва, и будете сочным капитаном.